Всем привет, с вами Тет, и сегодня мы смотрим игру Протас против Терана. Протас против Терана на ладере, я в левом верхнем углу. И промотаем открытие. Я думаю, все его уже хорошо знают, это открытие. И это еще одна из версий того, что можно из него сделать. Старый стиль, так сказать, на новый лад. То есть я посмотрел какие-то старые вводы, реплеи, свои гайды, кстати, посмотрел старые. И нашел классный стиль. И решил попробовать из этого открытия его сыграть. Плюс открытие в том, что у нас здесь есть Зилот, у нас есть Нексус достаточно рана и Кибернетка. И мы очень-очень быстро получаем и Зилка, чтобы попрессинговать. Попрессинговать, наверное, да, Терана. И, естественно, Сталкера под бустом. И, естественно, Кибернетку в Арбгейт и батарейку в Минерале, чтобы нас Рипер не кошмарил. Поэтому мы сразу же бежим-бежим-бежим-бежим в атаку. Вот так вот. Смотрим. Приходит Зилот в 2.30, начинает напрягать Терана. Это вроде бы ок, убивает одну КСМ-очку. Потому что он просто проморгал этого Зилка. Двумя мариками на муве. Начинает убить вторую КСМ-ку. Не получается. Ну, Зилот убегает от мариков. Соответственно, здесь уже начинает с ними входить в тычку. Понимает, что бежать некуда. Убивает одного Марика. Приходит Сталкер, добивает КСМ-ку. То есть, Зилот нанес очень важные удары. Очень важные и важнейшие. Тем временем, конечно же, Так как я слишком занят микро, Я не ставлю никакой технологии. Ну, потому что, к сожалению, Откуда у ютуберов мультитаск? Да, то есть, я же не парагеймер. Я всего лишь ютубер. Вот, ребята. Поэтому, да, мультитаск страдает. Зато микро хоть какой-то есть. Смотрите, каждого Марика просто отдельно профокусили. Аккуратно бьем КСМ-очку. Ну, уже все. Доделывается, доделывается бункер. Теряем Сталкера, но не теряем, Потому что все-таки, ну, микро какой-то есть. Вот, и так, как я затянул с технологиями, Я понимаю, что нужно ставить их две. Бункер достроился. Дальше здесь делать нечего. Но мы террано нормально. Нормально отодвинули назад, на самом деле, по развитию. У нас есть третий Сталкер. И делаем сразу робот Твайлайт. Вот, и отсюда я, собственно, вспоминаю. Окей, что можно сделать, Когда мы открылись в робот Твайлайт. То есть, какие у нас есть опции. И решаю, что я поставлю только один ГАРС. Буду варпать Сталкеров, делать Блинк, делать Апсервер, конечно же. И мы ставим нашу третью базу на 4.30. Вот, играем в три ГАЗа. И все, кто внимательно следят за метой, Смотрят мои гайды, Собственно, понимают уже, наверное, Что у нас за старый стиль на новый лад. Это две фаржи на пятой минуте. То есть, быстрые апгрейды. В это много протсов перестало играть. Перестало играть. Одной простой причине. Потому что из-за нерфа протасов постоянного Замедлили развитие тайминги. Тайминги апгрейдов. И теперь рассинхрон получается. Очень дикий по апгрейдам. Нету окна, где мы сильнее террона. И, в принципе, в это играть перестали. Но, если мы поддавливаем террона в самом начале, Почему бы не попробовать сыграть две фаржи? Вот. Блинк почти доделывается. Пятая минута, 30 секунда. Дропы не летят. Но я решаю, что можно, наверное, Спокойно с сталкерами пойти в атаку. Естественно, пока я тут что-то думаю. О, классный стиль. Вроде отлично. Все получается. Сейчас фаржи доделаются. У меня как раз 200 газа. Все будет окей. Вот летит парень. Да, то есть, именно для этого парня У нас здесь стоит пилон. То есть, здесь у нас абсерверы все видят. Летит здесь вот такой вот парниша с минами. И, ну, собственно, будет взлетать именно для него пилон. И смогу ли я заметить этот медивак? Ну, естественно, нет. Я же слишком занят заказом апгрейдов И тем, чтобы сталкеры двигались в атаку. Вот. Сталкеры уходят из минеральной линии. И что здесь происходит? Ну, здесь, естественно, происходит бах, бах. И тут, наверное, будет бах. Ну, здесь, конечно, от этого баха мы вернемся. Две пробочки. Итого мы потеряли 13 пробок, ребята. 13 пробок просто ни на чем. Просто ни на чем. Приходится реколить. Рекол абсервера, конечно же, помогает. Мы быстро убиваем две мины. Второго залпа уже не произошло. Здесь выходит еще один абсервер. Убиваем. Ну, и, в принципе, из классного атакующего стиля, из того, что мы впереди, мы переходим в то, что мы уже позади. То есть, когда упросятся на четыре пробки больше, это позади. Потому что террин должен вставать пробок на 7-8 рабочих именно. Потому что у него есть мулы. Если протас не может быть впереди по рабочим, значит, он уже отстает. Поэтому, хоть лимиты равны, мы на самом деле отстаем. Вот. Идем в атаку. Идем в атаку. Абсервер дает нам, конечно, возможность последить, что здесь происходит. И, в принципе, начинаем с того, чтобы выключить бункер. Здесь есть рейвен. Он сейчас абсервера, конечно же, увидит. Бункер выключаем. Убиваем пару мариков. Получаем залп от рейвена. Пытаемся фокусить рейвена. Конечно, это получается не очень. Но сзади делается чарж. Начинают делаться имморталы. Потому что мы понимаем, что мы против танков играем. Он убивает абсервера. И мы понимаем, что хорошо. Идет, скорее всего, пуш. Отправляем нового абса. На всякий случай следить. Сталкерами делаем круг почета. И идем дальше смотреть, где, где, где террин. Видим абсервером, что он его находит опять. Что он идет сюда. И нам нужно следить. Следить за передвижениями. Тем временем на базе доделываются гейты. И начинается просто интрига. Суровейшая интрига. То есть успеют ли доделаться гейты. Успеют ли доделаться гейты. К моменту того, как террин к нам придет. Уже в конечную атаку. В конечный пуш. Вот. Проверяем. Проверяем. По центру он не идет. Значит он пошел сюда. То есть больше нет опций. Он должен пойти сюда. Видим рейвена. Пытаемся заснайпить. Потому что рейвен. Рейвен это просто самое главное в этом пуше. И не получается. Не получается добить рейвена. У него остается половина жизни. Вот такой вот. Вот такой вот неловкий и сложный момент. Разбиваем камни. Потому что он может прийти и тут разложиться за камнями. Но понимаем. Понимаем. Что пуш будет скорее всего отсюда. Видим. Видим здесь зелки. Видят пуш. Что здесь делают зелки? Вы скажете. Типа откуда они? А все очень просто. Как еще можно приостановить пуш этот терринский? Давайте посмотрим. Все очень просто. У нас есть призма. И мы можем попробовать на эту призму. Варпануть зелков. И закинуть ему на мейн. Да. То есть. Пока террин выходит в пуш. Мы к нему кидаем зелков. Они начинают ему мешать. Это отличный способ. Как вот контрить терринов. Но мы приходим и понимаем. Что здесь все в турельках. Террин уже позаботился об этом. И этот пуш скорее всего будет не отбить. Да. Понимаете. У него рейвен абсолютно живой. У него отличные грейды уже доделываются. Один на атаку. У него есть стимпак. Есть щиты. Все есть. И собственно он идет в пуш. Он идет в пуш. Как мы будем защищаться. Мы будем варпать все что можем. Больше нет у нас никаких опций. И мы видим что он уже пришел. Мы видим что он уже пришел. Раскладывается танк. Но у нас только сталкеры против пехоты и танка. Это очень плохо. Сталкерами убиваем рейвена наконец. Отходим. Приходит иммортал. Но нету. Нету никакой батарейки. Нету помощи имморталам. Противируется перегруппироваться. Часть сталкеров с имморталом дерутся сверху. Часть сталкеров снизу. Но добегают зелки. Зелки добегают. Убивают танк. И это помогает. Это помогает конечно же этому пушу выжить. Доделались грейды 1-1 у протаса. Получится ли защититься теперь? С грейдами 1-1 зелки отлично танкуют. Мы теряем одного иммортала. Начинаем терять второго. Иммортал отходит. Сталкеров окусят. Сталкер умирает. Но био уже не осталось. Зелки сделали свою работу. Нарезали. Нарезали мясо. И теперь что? Теперь работа протаса. Мы опять впереди. Мы уже немножко дайвим. Теперь мы просто варпаем юнитов. И идем давить террано. Дальше. Идем давить. Смотреть что у нас получится. Как же будет развиваться игра дальше. Пойдем. Покусим медивак. Медивака улетает опять на одной жизни. Просто одна жизнь у медивака. Блинк и фокус медивака. Потрясающий фокус. Проверяем третьей базы. Третьей базы нету. Понимаем что можно заказать грейды. Раз уже тряси базы террано нету. Это нам дает как бы свободу действий. Чтобы заказать грейды. Наши плюс два. Плюс два. Начинаем бить по камням. Чтоб легче было нападать. Но террано тут как тут. Он держит горочку. Это будет нелегкое сражение. Это будет суровая битва. Суровая битва. Как же играть дальше? Как играть дальше? Дальше все очень просто. Смотрите. Мы начинаем давить террано. Тут нужно понимать просто. Что у нас в принципе армия позволяет вроде бы сражаться. Но армия террано намного более мобильная. Намного больше имеет ДПС. Если она двигается опять же. Потому что на вся идет дальнего боя. У нас же зелки ближнего боя. Им надо подойти. Им надо что-то начать бить. Поэтому очень важно при игре против террано. Стараться зелками получать урон. Но не отдавать их. Зелки очень дорогие. Зелаты стоят по 100 минералов. Поэтому мы атакуем и отходим. Атакуем и отходим. Именно такая вот алгоритм действий. Такой алгоритм поможет вам сажаться. Смотрите. Начинаем бой. Деремся, деремся. Терран начинает отступать. И мы хотим всегда стоять вот таким широким фронтом. Чтобы терран занимал вот столько места. Если мы начнем занимать вот столько места. А терран вот столько места. Это мы проиграем всегда, потому что это будет просто катастрофически. Заметьте, заметьте. Только он отходит сюда. И я отвожу зелков отдельно. Всегда отводим зелков. Иначе мы проиграем терру. Вот. Продолжаем бить. Стоять. Зелки видите. Зелки только побежали сразу назад. Смотрите внимательно над зелками. И фокусим. Фокусим ему ццшку. Часть юнитов убила ццшку. Теперь ццшки нету. Это падает огромный форсфилд, грубо говоря. Вот этот взрыв. Взрыв ццшки. Да. Смотрите. В 3D. Это просто огромный форсфилд. Который взрывается. И собственно дает нам возможность нападать. Опять же наверх мы не идем. Потому что это опасно. Это опасно. Это хорошая территория для террана. Мы просто давим. Мы взяли преимущество свое. У нас есть экономическое преимущество. Третья база. Мы идем занимать четвертую. Просто чтобы переводить даже рабочих с первой. И все еще играем в 3 газа. Понимаете. 3 газа у нас. 10 гейтов. Вот этот стиль. 2 фажи. 3 газа. 10 гейтов. Очень отлично. Если вы продолжаете строить имморталов. Заметьте. Иммортал без остановки строится. Потому что терран их очень быстро фокусит. Пытаемся выигрывать размены. Где получается. И обязательно держим. Держим территорию. Видите. Терран приходит. То есть тактика террана. Подойти. Ударить. И отступать. Никогда не ведитесь на нее. Играйте по своим правилам. Скажите. Терран. Научись строить юнитов. Спустись. И сражайся. Если у тебя юнитов нету. Я с тобой драться не буду. Потому что я понимаю. Что когда у тебя юнитов нету. Ты меня все равно выиграешь. Потому что юниты протца не могут догонять. Да. Юниты протца медленные. Неповоротливые. Никакого ДПСа не имеют. Если они не стоят и не дерутся. Поэтому мы всегда выводим террана на битву. Провоцируем. Провоцируем. И просто аккуратно. Вот здесь вот добиваем спокойно камешки. Смотрим внимательно. Может он сюда пойдет третью занимать. Не даем ему экономического преимущества. Просто давим. И смотрите. Смотрите. Только он поднимается. Сразу отходим. Сразу отходим. Никогда. Никогда не нужно подниматься. Иначе вы просто проиграете. Именно вот так вот играется этот стиль. Именно вот так играется через две фаржи. И вот под грейдами плюс два, плюс два уже в принципе можно напасть. Уже можно напасть. Но что делает в это время террана? Объясняю. Терран сейчас будет скорее всего кидать у нас сканы. Терран хотел, хотел чтобы мы на него напали. Чтобы он был в хорошей ситуации. Чтобы он спокойно шел и, ну, собственно, нас прессинговал. Но мы не повелись. Мы не повелись ни разу на его вот эти штуки. И он просто сдается. Он понимает, что Протос не идет в атаку. Протос стратег. Протос умный. Он не будет вестись на вот эту вот армию столпы мародеров. Он скажет, типа, давай ты дерись нормально в поле. Либо мы с тобой не деремся, я не помегу. Почему? Потому что, посмотрите, вот здесь вот терран может заняться. Снять кучу места. И вся его армия стреляет, потому что она стреляет издалека. Если же мы за Протоса поднимаемся на такую узкую рампу. Начинаем бегать здесь. У нас половина армии просто бегает вокруг бараков. И на ней дерется. Она бесполезная. А вся армия террана, соответственно, полезна. И будет отлично защищаться. Вот такое вот есть преимущество у террана. Ну что, ребята. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Тед. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok